Осы Осы почти в два раза. К примеру, простой осмотр собаки и консультация будут стоить владельцу животного почти 24 евро. Сейчас эта услуга обходится в 13,5 евро. Ветеринары поддерживают пересмотр стоимости услуг, но видят и связанные с этим проблемы. Из-за подорожания может увеличиться количество животных в приюте, потому что некоторые владельцы не смогут или не захотят тратить такие деньги на уход за питомцем. Кроме того, эксперты опасаются, что подорожание услуг ветеринара негативно повлияет на развитие сельского хозяйства, поскольку расходы в этой области и так быстро растут. Подорожание ветеринарных услуг может привести к ухудшению условий содержания животных на фермах. К другим темам. Федеральное сетевое агентство сообщает о растущем количестве ложных звонков от мошенников в Германии. Чаще всего они представляются работниками Интерпола, Европола, Федерального управления уголовной полицией. Жертвами в основном становятся пенсионеры, которые теряют огромные суммы денег со своих счетов. Поэтому лучше всего не отвечать на сообщения, которые приходят с неизвестных номеров. В Штутгарте открывается первый супермаркет Германии без продавцов и наличных. Работать он будет с помощью искусственного интеллекта. Покупателя на входе отсканируют целых 100 камер, после чего по нему будет создан индивидуальный профиль. Каждая полка оборудована специальными весами. Они будут фиксировать, сколько продуктов, взял клиент. Оплата предусмотрена как через приложение, так и считыватель для банковских карт. Магазин будет работать круглосуточно. Здесь посетители смогут приобрести мясные продукты, напитки и закуски, а также органические овощи и фрукты.